Всеми костями моими Твоей, храм из плоти, устроенный с помощью святого Елея, который превыше всякой святыни. Ты наполнил его святынями Твоими, чтобы в нем совершалось служение всех, и поклонение вечным ипостасям Троицы Твоей указал Ты в нем, и открыл мирам, которые Ты сотворил по благодати Твоей неизреченную тайную силу, которую не могут ощутить или познать чувства тварей Твоих, пришедших в бытие. Перед ней естества ангельские в молчание погружены в изумление перед облаком этой вечной тайны и потоком славы, проистекающим от изумления, ибо в области молчания поклоняется ей все мыслящее, освящаясь и делаясь достойным Тебя. К подножью ног Твоих повергаюсь я, Господи, и к деснице Твоей, Святой, которая сотворила меня и сделала меня человеком, познавшим Тебя, но я согрешил и совершил зло пред Собою и пред Тобою, оставив святую беседу с Тобою и отдав дни мои беседам с похотями. Умоляю Тебя, Господи, не вмени мне грехов юности моей, неведение старости моей и слабость естества моего, которая одолела меня и потопила меня в размышлении о ненавистных вещах. Но от назойливого блуждания похотей обрати сердце мое к Тебе. Сокровенный свет доживет во мне. Твои благодеяния ко мне во все времена предвосхищали всякую мою волю к добру и готовность сердца моего к добродетели. Никогда не сдерживал Ты заботы Твоей обо мне, чтобы испытать свободную волю мою. Напротив, как отец заботится о Своем маленьком сыне, так и Твоя забота сопутствовала мне, отеческая благодать Твоя посетила немощь мою и не смотрела на то, чтобы испытывать волю мою, ибо Ты знал меня во все времена, знал, что меньше младенца знаю я, куда иду. Умоляю Тебя, Боже, пошли помощь с высочайших Твоих небес и удали от сердца моего всякое злое действие и всякое плотское желание. Не лиши меня, Господи, защиты Твоей, чтобы не обрел меня враг мой и не попрал, как ему бы хотелось, и не сокрушил меня всецело, ибо Ты тот, кто дает покаяние и сердце, плачущее грешнику кающемуся, так что благодаря утешению от плача и от дара слез освобождаешь Ты сердце его от лежащего на нем бремени греха. В дверь сострадания Твоего стучусь я, Господь, пошли помощь моим разрозненным порывам, отравленным множеством страстей и мощью тьмы. Возбуди во мне страдание от видения ран моих, хотя бы оно и не соответствовало мощи грехов моих, ибо если осознание степени моих грехов получу я, Господи, не вынесет душа моя горькой боли от них. Помоги слабым порывам моим к истинному покаянию, и дообрету я облегчение от бремени грехов через это страдание, которое от Твоего дара, ибо без силы благодати Твоей совершенно не способен я даже войти внутрь себя и познать грехи мои, чтобы при виде их я мог утихнуть от обилия рассеянности. О имя Иисусова, ключ ко всем дарованиям, открой мне дверь, дабы мне войти в сокровищницу Твою и хвалою от всего сердца восхвалить Тебя за милости Твои, которые были на мне в конце времен, ибо Ты пришел и обновил меня знанием нового века. Восхваляю я, Господи, святое естество Твое, ибо Ты сделал мое естество святилищем сокровенности Твоей и ковчегом таинств Твоих, местом обитания Твоего и святым храмом божества Твоего, храмом Того, кто держит скипетр Царствия Твоего, кто управляет всем существующим, кто есть ковчег вечной славы Твоей, обновление для служащих Тебе огненных чинов, путь к познанию Твоему, дверь к дому видений Твоих, совокупность силы Твоей и великой мудрости Иисуса Христа, единородного из чрева Твоего и остаток собранной из творений Твоего, как видимого, так и умопостигаемого. О тайна, возвышенная за пределы слова и молчания, вочеловечившееся, чтобы обновить нас посредством добровольного соединения с плотью. Открой мне путь, по которому я был бы возведен к Твоим тайнам, идя по ясной тропе безмолвия от помышлений мира сего. Собери ум мой в молчание молитвы и да умолкнут во мне блуждающие помыслы благодаря этой просветленной беседе моления и изумления исполненного тайн. К престолу величия Твоего повергаюсь Я, Господи мой, Я, Который есть прах и пепел и отребие человечеству. Тысячи тысяч ангелов и бесчисленные легионы серафимов с огненными хвалами и святыми движениями приносят Тебе духовную службу сокровенности своих естеств. Тебе, святое естество, сокрытое от чувства и знания всякой твари. Ибо со вспоможениями Твоими, Господи, Ты близок каждому во всякое время бедствий. И во время, и не во время дверь Твоя открыта для прошений всех. Не гнушаешься Ты грешниками и величие Твое не отвращается от душ, запятнанных всеми видами грехов. Но извлекаешь Ты всякого из бесконечных зол. Так же и меня, Господи, совершенно оскверненного, которого удостоил Ты пасть на лицо пред Тобою, чтобы я дерзал произносить имя Твоей святости устами моими. Хотя я, сосуд всякой нечистоты, недостойный, числится среди потомков Адама. Даруй мне, Господи, осветиться хвалами Твоими и очиститься памятью о Тебе. Обнови жизнь мою через изменение мысли и благотворные помыслы, которые Ты по благодати Твоей возбуждаешь во мне. Будь путеводителем разума моего в моем размышлении о Тебе и помоги мне забыть о делах, сбивающих с истинного пути через обновление разума, которые Ты возбуждаешь во мне. Возбуди во мне такие прошения, которые приносят пользу благодаря согласию моей воли с Твоей волей, ибо Ты тот, кто дает молитву молящимся. Закрепи во мне единую волю, что взирает на Тебя во всякое время, и помысел, который никогда бы не ослабевал в надежде на Тебя через постоянное умирание ради Тебя. Даруй, Господи, чтобы не бесчувственными словами уст молился я Тебе, но чтобы я распростерся на земле в сокровенном смирении сердца и покаянии разум. О Боже, благодаря терпению Твоему грехам моим, Ты даешь мне жизнь в мире сём. Не лиши меня жизни мира грядущего, которые с надеждой ожидают те, что среди скорбей ищут Тебя здесь. О Христос, чья любовь отделила святых от семьи, родства и удобного человеческого жилища, так что силой естественных страстей умолкла в них перед лицом сладости любви Твоей. Ты, Господи, даруй мне возненавидеть жизнь мою из любви к Тебе, и да соделаюсь я при жизни мёртвым по отношению ко всем наслаждениям мира сего. И силою Твою, Господи, да утихнут бури воспламеняющиеся членах моих. И любовь Твоя да отделит меня от мира и собеседований с ним. Начертай в уме моём единый невидимый образ так, чтобы побеждено было влечение ко всякой сладости воспоминаний о временном и видимом мире. Я преклоняю колено перед величием Твоим и повергаюсь пред Тобою на земле, Боже, ибо Ты привёл меня в бытие, хотя я не просил Тебя об этом, да и вообще не существовал. Прежде чем Ты образовал меня в утробе, Ты знал, что жизнь моя будет беспорядочной и отступнической. Однако это не возбранило Тебе сотворить меня и даровать мне все права, которыми почтил Ты человеческое естество, хотя Ты и знал заранее обо всех моих пороках. Ты знаешь о прошениях моих даже прежде, чем они становятся известными мне самому и о молитвах моих, прежде чем они произнесены пред Тобою. Даруй мне, Боже мой, в этот час также и то, что Ты считаешь необходимым для жалкого естества моего, которое находится в опасности. Ты знаешь о скорби души моей и в руках Твоих ее исцеление. О сила, благодаря которой древние отцы превзошли мощные и страшные нападения мятежника, люди, которые, находясь в человеческом естестве, с его многими нуждами, были подобны не имеющим никаких нужд, являя на земле подобие будущих реальностей. И человеческие могилы, пещеры и расселены сделал Ты местом шехины Твоих откровений им. Ты, излей в сердце мое горячность их помыслов, дабы я укрепился ею и попрал естественное желание и страх перед противниками. Посей во мне знание смирений и неудержимое стремление прямо идти к Тебе. О прибежище немощных! Прямой путь для всех заблудившихся, место убежища для охваченных бурями. Ты сам не изложи гордость противника моего передо мной. Ты разрушь мощь ухищрений его против меня. Ты унись превознесенную гордыню его. Сделай гладкими сокровенные пути Твои перед помыслами моими. Будь утешением моим во время бедствий моих и путеводителем на месте опасности. О солнце правды, благодаря которому праведные увидели самих себя и сделались зеркалом для своих поколений. Ты открой во мне дверь познания Тебя. Даруй мне зоркую мысль, не притыкающиеся, а подводные камни ошибок, пока не достигну я того светлого пристанища, которого достигли древние отцы, угодившие Тебе всеми своими подвигами. Освети меня тайными Твоими. Просвети разум мой познанием Тебя. Пусть надежда Твоя воссияет в сердце моем. Удостой меня внутренне молиться об этом. О Боже, Отец мой и Господь жизни моей, зажги светильник Твой внутри меня. Помести во мне то, что Твое, дабы я забыл о своем. Пробуди во мне силу изумление Тобой, дабы оно пересилило принуждение естества. Возбуди во мне видение тайн Твоих, дабы я осознал то, что было вложено в меня в святом крещении. Ты дал мне пути водителя, да покажет он мне славу Твою во всякое время. Светом и солью мира предназначил ты мне быть, да не стану я камнем преткновения для друзей моих. Поскольку я оставил мир, да не обращу взор мой снова к нему и к вещам, которые я отверг, когда давал обет мой Тебе. Возложи приятные узды на сердце мое, чтобы чувства мои не взирали на то, что вне путей Твоих законов. Собери мои порывы для корабля покаяния, чтобы в нем возликовал я посреди житейского моря, пока не достигну гавани надежды Твоей. Через память о Тебе, да обретет ум мой мужество в искушениях. Через сияние знания о Тебе, да осветится передо мной путь тьмы. Удостой меня уразуметь тайну любви Твоей, отобразившейся в домостроительстве Твоем по отношению к чувственному миру, в создании Тобою тварного бытия и в таинстве убиения возлюбленного Твоего. Создатель наш, знающий о болезненности естества моего, Ты сам удали от меня насилие противника. Ты изгони из членов моих восстания греха. Ты угаси жар его в сердце моем. Простри исцеляющую руку к поверженной душе моей. Свяжи мои внутренние чувства узами креста. Умножь во мне полноту любви к Тебе, происходящей от познания распятого. Сделай разум мой внутренне сосредоточенным благодаря сокровенным тайнам, которые содержатся в кресте. Укрепи во мне память о смирении возлюбленного Твоего. Умножь во мне изумление домостроительством Твоим по отношению ко мне. О Боже, еще прежде чем Ты примирился с миром, Ты дал ему единородного Твоего, а после примирения Ты дал ему наследовать престол Божества Твоего. Не оставь меня, лишенным надежды, сойти в могилу, и да не окажусь я сидящим в узах тьмы грехов моих, как мертвый для вечности. Благодарим Тебя, Боже, за дар Твой миру, ибо тварные существа не в силах говорить о богатствею, поскольку же я тоже часть этого мира, да не пожалею своей части благодарения, которое должен я принести Тебе. Посему да восхвалю Тебя и возблагодарю имя Твое, все целые сокровища Твое отдал Ты миру, если единородного от Твоего чрева и от престола Твоего бытия отдал Ты для пользы всех, если что большее, чего Ты не отдал Твоему творению. Мир смешался с Богом, и творение с Творцом сделалось едино. Хвала Тебе за Твой непостижимый промысл. Поистине велика тайна сия. Слава Тебе за тайны Твои, что сокрыты от нас. Удостой меня, Господи, вкусить этой великой сокрытой и сокровенной тайной, которую мир еще не достоин познать. Может быть, святым Твоим показал Ты что-либо из нее, тем, которые живут превыше мира и которые превыше плотских движений во все времена. Поток тайн Христовых, подобно волнам океана, захлестывает разум мой. Хотел бы я, Господи, умолкнуть перед ними и не говорить, Но они оказались подобными горящему пламени в сердце моем, пожигающему кости моей. Совесть моя обличает меня и показывает мне грехи мои. Тайна Твоя ошеломляет меня, но принуждает меня взирать на нее. В молчании она указывает мне. Немедли приблизиться из-за страха грехов своих, о грешник, ибо именно через размышления о них скверна греха будет удалена из разума Твоего. О освободитель естества нашего, разреши меня от скрытых ус, которыми опутаны внутренние члены мои, и от явных препятствий перед лицом внешних чувств моих, дабы устремился я войти в рай тайн Твоих и вкусить от древа жизни, от которого Адаму не было разрешено есть. Спаситель мой, сохрани меня от демонского прельщения. Боже мой, избавь меня от расслабления совести. Надежда моя, излей в сердце мое, Опьянение и надежда на Тебя. В воскресенье и свет всех миров, Иисусе Христе, Возложи венец познания Тебя на голову души моей. Открой внезапно передо мною врата милость, Да воссияют в сердце моем лучи благодати Твоей. Будь путеводителем для ног моих помыслов, Пока я не достигну Сиона, святой горы Твоей. Удостой меня того святого Града, В который вошли святые в конце пути Своего. Творец мой и надежда моя, Якорь жизни моей среди бурь, Посох в немощи моей, Честь в бесчестии моем, Вознеси голову мою, Преклоненную к земле. Не предай меня в волю противника мою, Не дай удобного случая его бесстыдству, Поставь перед ним великую пропасть, Дабы не стоял поперек дороги моей И не смущал меня. Даруй мне в служении Тебе Окончить краткую и мимолетную жизнь мою, Да окажусь я поблизости от Тебя В конце дней моих, Да буду в винограднике Твоем На закате жизни моей. Удостой меня того динария, Которую Ты назначил трудившимся Еще прежде времени моего исхода. По благодати Господи, А не по делам моим, Удостой меня даже в одиннадцатый час жизни моей Оказаться бодруствующим в служении Тебе. Да не пленит меня мир Собеседованиями Своими, Полными соблазна, И да не заключит меня В клетку забот Своей. О Христос, Одевающийся светом, как ризую, Который ради меня Стоял обнаженным перед Пилатом, Облеки меня в силу Твою, Которую Ты осенил святых, И благодаря которой Вышли они победителями Из борений мира сего. О Господи, Божество Твое, Да упокоится во мне, И доведет меня превыше мира Для пребывания с Тобою. О Христос, На Которого многоочитые херувимы Не могут взирать по причине славы лика Твоего, Из любви Твоей Ты получал оплевание на лицо Твое, Удали стыд от лица моего, И даруй мне молитву С открытым лицом пред Тобою. О Христос, Который по причине долга естества нашего Перед Богом Ушел в пустыню И победил начальника тьмы, Отняв у него победу, Которой он наслаждался на протяжении пяти тысяч лет, Заставь его убежать от меня, Того, Кто во все времена Принуждает род человеческий Ко греху. Позорный крест, Который ты нес ради меня, Да будет для меня Мостом к этому мирному прибежищу, Терновый венец, Которым голова Твоя была увенчана, Да будет для меня шлемом спасения В жаркий день битвы. Оплевание, Принятое лицом Твоим, Да уготовит меня к тому, Чтобы иметь открытое лицо Пред судом Твоего пришествия. Тело Твое святое, Которое было обнажено на кресте, Да распнёт меня миру сему, И похотем его через любовь к Тебе, Одежда Твоя, О которой был брошен жребий, Да разорёт в клочья перед глазами Моими одежду тьмы, В которую я внутренне облечён. Вода и кровь, Истекшие из Тебя, Да будут для меня книгой освобождения От прежнего рабства. Тело Твое и кровь Твоя, Смешавшиеся с моим телом, Да пребудут во мне как залог того, Что я не лишусь постоянного видения Тебя В том месте, Которому нет предела. Таинства веры, Которые сохранил я в себе неповреждёнными, Да сохранят для меня что-либо достославное В тот день, Когда мир будет готовиться К встрече пришествия Твоего, И пусть они там восполнят Недостаток подвижничества моего. Да будут помянуты, Господи, На святом алтаре Твоём, В страшный час, Когда тело Твое и кровь Твоя Приносятся в жертву о спасении мира, Все отцы и братья, Которые в горах, В пещерах, В ущельях, В скалах, В местах суровых и пустынных, Которые скрыты от мира, И только Тебе известно, где они, Те, что умерли, И что ещё живы и служат Тебе телом и душою. О, Святой, живущий во святых, В которых покоится Божество Твое, Те, что оставили временный мир И уже стали мёртвыми для жизни его, Ибо они вышли на поиск Тебя И искали Тебя усердно Среди бедствий своих и страданий. О, Царь всех миров И всех православных отцов, Которые ради истинной веры Претерпели изгнания и бедствия от гонителей, Те, что в монастырях, обителях, Пустынях и безлюдных местах всего мира, На всяком месте и во всякой местности Заботятся об угождении Тебе трудами Ради добродетелей, Да запутствует им, Господи, помощь Твоя. И будь для них шлемом во все времена. Пошли им постоянное сокровенное утешение И привяжи разум их к Тебе во всех борениях их. Пусть живёт в них сила Троицы Твоей, И пусть они служат Тебе до конца жизни своей С доброй совестью и добрым поведением. У достой их гавани покоя, Пока они ещё в теле. А тем, которые претерпевают Жестокие битвы с демонами, Явно или тайно, Пошли помощь, Господи, И осени их облаком благодати Твоей. Возложи шлем спасения На мысленную голову их, Не изложи сил врага пред ними. Мощь десницы Твоей, Да поддерживай их по всякое время, Чтобы они не перестали в помыслах своих Постоянно взирать на Тебя. Облики их в доспехи смирения, Чтобы разносилось от них Сладкое благоухание На всякий миг услаждая волю Твою. Да будут помянуты пред Тобою, Господи, Так же и те, Кто страждет от сильных болей И горьких телесных болезней. Пошли им ангелами насердия, И умиротвори души их, Измученные сильными страданиями тела. Пожалей, Господи, Так же тех, Кто находится в руках Шестоких, злых и безбожных людей. Пошли им скоро ангелы милосердия, И спаси их от рук безбожников. Господи мой и Боже мой, Пошли утешение всем, Кто безвинно претерпевает Всякого рода бедствия. Осенний, Господи, Святую Церковь Твою, Искупленные кровью Твоей, Пусть живет в ней Твой истинный мир, Который Ты дал святым Твоим апостолам. Свяжи чат ее святыми узами Нерушимой любви. Мятежник, да и не имеет силы над ней, И удали от нее гонения, мятежи и войны, Как от внутренних, так и от внешних. И пусть цари и священники Будут связаны великим миром и любовью, Чтобы разум их был на всякое время Наполнен видением Тебя, И да будет святая вера стеной Для паства Твоей. А меня, грешника, по молитвам их, Тоже удостой сохраниться на всякий миг Под мощной защитой святой руки Твоей, Которая есть промысл Твой, Объемлющий все. Аминь. Умоляю я и прошу Тебя, Господь, Удостой всех заблуждающихся истинного познания Тебя, Чтобы они познали славу Твою. Для тех же, кто перешел из этого мира, Лишенном добродетельной жизни и не имевшим веры, Будь для них защитником, Ради тела, которое Ты взял у них, Чтобы от единого соединенного тела мира Мы вознесли славу Отцу, Сыну и Святому Духу В Царстве Небесном и том наслаждении, Который не имеет конца во веки веков. Аминь.